Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня литератор, поэт, автор Гариков, Игорь Губерман, Игорь Миронович. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. С телефона прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, также пишите в WhatsApp 230-6191. Игорь Миронович, Вы, вспоминая свою бабушку, всегда рассказывали о том, что она говорила Вам, Гаринга, каждое Твое слово лишнее. И она была довольно очень осторожна так в выражениях и остроумна. И, например, возвращаясь с мороза, говорила, чтоб жарко, так нет. Ну вот насколько, как на Вас повлияло ее остроумие, на Вашу творческую жизнь в дальнейшем? Вы знаете, влияние наших родителей, оно словами неописуемо, так что я не знаю, как конкретно, как она повлияла. Но повлияла безусловно, потому что была очень умным человеком, а общение с умными людьми, оно всегда очень полезно. На Ваш взгляд остроумие, оно передается генетически или оно приобретается? Вот есть ли какой-то рецепт? Оно передается или не передается и не приобретается, я абсолютно в этом убежден. Остроумие – это какой-то такой странный дар, который посещает разных людей, и они часто от этого ужасно мучаются. То есть это такой феномен? Думаю, что да. А скажите, ребята, если я Вас закурю, Вас с работы не уволят? Думаю, что не уволят, хотя в Евросоюзе это запрещено, но тем не менее... Вы ведь не в студии у нас. Мы вне границ находимся, да. Конечно, спасибо за гуманизм. У нас, кстати, есть звонок, его и примем сейчас. Здравствуйте, как Вас зовут? Добрый вечер, Лариса. Да, Лариса. Я хочу Игоря сказать, не спросить, а сказать. Вот Дина Рубина в своем... О нем, она, Игорь, говорит так по поводу смерти Зиновия Герста, что Вы ей сказали. Не реветь надо, дура, не реветь, а чаще с друзьями выпивать и закусывать. Вы знаете, как это верно в отношении всех нас. А Вам я желаю долгих лет и долго еще радовать нас, Ваших поклонников, почитателей, своим пребыванием и творчеством на нашем маленьком земном шарике. Спасибо. Спасибо Вам. Спасибо. Я собираюсь еще немножко пожить. У меня был такой стишок. Я поживу на этом глобусе и сочин буду как оладушка, покуда юноша в автобусе не скажет мне «садитесь, бабушка». Ну вот курить, кстати, не хотели бросить? Ведь, как говорит, Минздрав предупреждает, что курение убивает. Ну пусть все предупреждают, меня курение убивает уже 62 года, так что пусть продолжает. Игорь Миронович, мы знаем, что в 1979 году Вас арестовали. Вы были в лагерях на границе Красноярского края Иркутской области. В одном из интервью Вы сказали о том, что Вы благодарны Советскому Союзу за этот опыт, что Вы смогли понять и ощутить Россию. А все-таки вот насчет благодарности, эта нейрония, вот эта судьбоносность этого опыта действительно была Вам необходима? Как Вы сейчас слышите? Ну я не знаю, была ли необходима, но полезна была, безусловно. Мне было очень интересно и хорошо. Только жалко жену, она мучилась. Ну вот как раз Варлам Шаламов говорил о том, что лагерь – это абсолютно отрицательный опыт человека. И понятно, что он сидел в другие времена, но все-таки не согласитесь с ним по поводу отрицательного опыта? В разные времена, разные лагеря и разный опыт Шаламов и наши родители сидели в чудовищных, они сидели в лагерях уничтожения. А у нас был нормальный лагерь, никто не умирал с голоду, было мало пилагра, цунги там не было, работа была в небок весь какая. Представляя, Советский Союз разваливался, и это было видно и по лагерям тоже. Вообще лагерь – это абсолютно точный слепок свободы. А в чем свобода? Что? Как проявляется свобода, в чем она заключается там? Нет, свобода не такая. Я имею в виду, что жизнь на свободе, жизнь на воле, вне лагеря, в Советской России была ужасно похожа на лагерь. По конструкции, по взаимоотношению людей. То есть, получается, что вы практически не почувствовали этот переход, когда оказались за решеткой? Нет, почувствовал, потому что похожесть есть похожесть, но есть огромная разница. Но вы в одном из интервью, если не ошибаюсь, говорили о том, что там было скучно. Порой, порой бывало скучно, и ужасно хотелось почитать хорошие книги, побеседовать с хорошими друзьями, которые остались на воде, и повидать с женой и близких. Но это частично, часть такого пребывания. А часть была очень интересная, потому что особенно на поселении. Потому что люди потрясающе жили. Все бывшие зэки, отсидевшие много лет. Носители разных замечательных историй. Михаил Ходорковский, который был у нас в эфире, сказал, что в тюрьме не стоит заводить друзей, потому что настоящих друзей там не найдешь. Вот согласны с ним? Да, да, пожалуй, согласен. Но ведь когда Ходорковский был в местах лишения свободы, вы передавали ему свои стишки в тюрьму? Я ему просто очень много книжек посылал через адвоката. Вы общались с ним после? После общался, получил очень большое удовольствие. От него на Новый год и на день рождения получаю бутылку виска. Я вообще его очень люблю и уважаю. А почему тюрьма – это не место, где можно завести друзей? Как вы считаете? Вы знаете, потому что ты в тюрьме и в лагере совершенно другой. И когда выходишь, начисто забываешь все, что было. Это некий феномен, который объяснить не очень трудно, но он существует. То есть память выбрасывает, получается, этот опыт? Память выбрасывает вообще наше все негативное. Одна певица, Лариса Герштейн, она, по-моему, вас недавно пела, она придумала замечательное слово для объяснения слова «счастье». Она сказала, что счастье – это хорошее здоровье и плохая память. И память у нас вычеркивает все отрицательное, особенно если в этом отрицательном вы были участниками. Ну а находясь в ссылке, в тюрьме, в лагерях, вы могли чему-то радоваться там? Я непрерывно радовался там. Я там написал свою лучшую, наверное, оптимистическую книжку «Прогулка вокруг барака». Я вечером поздно в самом части писал эту книжку и вынес ее на волю вольно-наемный хирург. Я ее получил в Красноярске, переделал, и вот вышла книжка. Так что я непрерывно там радовался и все прочее. Но в заключении в тюрьме вы написали огромный сборник стихов. Как вам удалось их передать жене потом? Это ведь невероятное такое взаимодействие с теми, кто... Не смеяться, но мои стихи принес в дом моей тещи и передал жене замначальника Волоколамской тюрьмы по режиму. Совершенно замечательный человек. А я за него написал диплом. Он заканчивал педагогический, по-моему, институт. И я, который сидел за журнал «Евреи в СССР» и подал уже заявление в Израиль, я писал диплом студенческий на тему политика партии. «Национальный вопрос – это современная политика партии». И потом наш диплом был послан на какой-то конкурс лучших дипломов. Словом, он встал, пожал мне руку и сердечно поблагодарил. А ваши взгляды не мешали вам писать диплом? Нет, они очень помогали, потому что я брал свои взгляды и выворачивал их наоборот. То есть можно сказать, что таким образом вы тоже каким-то образом боролись с режимом? Можно ли так это назвать? Нет, я никогда не был борцом и вообще я никогда не был диссидентом. Я просто был свободным человеком, который писал и говорил то, что хотел. Вот вы интересно сказали, что брали свои взгляды и переворачивали их наоборот. Это ведь свойственно было и вашему сыну в школе, потому что когда у вас дома всегда звучал голос Америки, и учительница однажды заинтересовалась, что ребенок очень осведомлен в политике. И тогда он сказал вам, что он тоже просто меняет местами. Совершенно верно. А скажите, вот я здесь сижу у вас и вижу кусок себя, почему я сейчас смотрю вниз, а не на вас? Вы смотрите на нас. Вы как раз смотрите на нас сейчас. А ну так замечательно, потому что себя я вижу смотрящим куда-то вниз. У нас есть звонок, прим еще один. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Да, здравствуйте. День добрый. Да. Немножко послушаю интервью вашем. И у меня есть несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, даже один. Вы сравнили Советский Союз с концлагерем. Да, это так. Это неоспоримый факт. И я думаю, многие, лишь некоторые из нас с этим могут не согласиться. Вопрос следующий. Современная Россия, пожалуйста. Чем отличается Советского Союза? Мы же все прекрасно видим, что творится. Что творится на всех уровнях. На всех уровнях абсолютно. В политике абсолютная изоляция. В спорте без пяти минут абсолютная изоляция. Да, спасибо вам. Мы поняли. Отличается ли Россия от Советского Союза, как считается? Отличается. Вы знаете, Советский Союз, чем он был, то всем понятно. А сейчас очень своеобразное устройство. Социологи разные ищут названия. Там феодализм, там откат назад. А по-моему, сейчас Россия – это абсолютно классический паханат к вопросу о лагере. Есть пахан, есть шестерки, есть остальные, они как-то все там называются. Ну, в общем, чистый паханат. А что касается того, что Советский Союз был лагерем, ведь он же так и назывался – лагерь. Просто потом говорилось «миры, труда и социализма». Мы же знаем, так сказать, качество этого мира, труда и социализма. Так что был лагерь чистый. А сейчас паханат. Ну, вот вы как раз упомянули о вашем взаимодействии с замначальника тюрьмы, в которой вы отбывали срок. Вот можно ли перенести это взаимодействие и эти отношения на современную власть и общество, как вы считаете? Не знаю, батенька, я уже сейчас иностранец. Я приезжаю в Россию два раза в год, чувствую себя иностранцем, с интересом, с людьми общаюсь. А как перенести все это и как сопоставить, оставьте это социологам. Вы как раз говорили, что никогда бы вслух не сказали, что любите свою родину, так как человек, который вслух говорит об этом, о том, что он патриот, как минимум это вызывает сомнение в правдивости его слов. Вот что касается патриотизма, на ваш взгляд, сегодня в современной России, насколько это понятие искажено, может быть, со временем? Вы знаете, всякое высокое понятие, оно ужасно засрано всякими комсомольскими и прочими вождями еще в Советском Союзе. Поэтому это слово сегодня, конечно, патриотизм решило своего былого. Но я, вы знаете, знаю одного настоящего, подлинного, высокого патриота России. Я с удовольствием вам о нем расскажу. Это аптекарша из Нижнего Новгорода. Во время международного фестиваля, не фестиваля, а вот по футболу, как это называлось. Чемпионат мира? Да. Она иностранным футболистам и болельщикам, продавая презервативы в изобилии, она их прокалывала. И когда возникло следствие, то она сказала, что это для повышения российского генофонда. Вот это настоящая патриотка. То есть от слов к делу человек перешел, можно так сказать. Конечно, конечно. Еще звонок примем перед перерывом. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, добрый день. У меня вопрос о поэзии, о высоком, да? Вашему гостю Дефирамбы петь, конечно же, нет смысла мне, потому что Дефирамбы, там ему воспеты до небес. Замечательные гарики, очень люблю. Там, конечно, мысль, которую скажет не человек, а как бы посланник, какой-то ангел, да? Но у меня вопрос о белых стихах. Вот как, например, белые стихи пишет ваш гость или нет? И вот сейчас такая мода, особенно в Латвии, тут просто все пишут белыми стихами, что там ничего от поэзии нет, конечно же. Да, спасибо вам. Про белые стихи вопрос. Да, вы знаете, я белых стихов никогда не писал. Но те белые стихи, с которыми я сталкивался, это были стихи графоманов, которым было лень рифмовать и искать рифму. Поэтому я к белым стихам отношусь отрицательно. Хотя, наверное, там над седой равниной море ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник. Вот ведь белые стихи. И, по-моему, хорошие, и напрасно эти стихи Горького, по-моему, ругают. А вообще белых стихов не люблю. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, потом мы вернемся и продолжим. Игорь Губерман с нами на прямой связи. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу с нами литератор и поэт Игорь Губерман. Здравствуйте, Игорь Миронович. И еще раз. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте, пожалуйста. Вот мы в первой части упомянули Михаила Ходорковского. Как вы думаете, оппозиция, которая сегодня из-за рубежа пытается каким-то образом воздействовать на те или иные события в России происходящие, ну, в том числе, призывая к каким-то действиям, переменам, вот это честно, на ваш взгляд? Я думаю, что это абсолютно честно и, к сожалению, так же бесполезно. Вы знаете, это ведь не первый опыт. Уже был Герцен с его Огаревым и Колоколом, уже был Ленин из Швейцарии и так далее. Нет, я думаю, что все это бессмысленно, потому что, ну, спит Россия, спит, тут ничего не поделаешь. Вот что касается... Но у Ленина же получилось. Что? У Ленина же получилось. У Ленина не получилось. Ленин даже не участвовал в штурме Зимнего. Ленин приехал, когда уже все было готово, наготовенькое. А когда получилось, то, вы знаете, есть легенда, что Дзержинский прыгал на одной ноге в каком-то здании и говорил, у нас получилось, у нас получилось. Они сами не верили. Это случайность. Это был чистый переворот, который удался, к сожалению, для России. К огромному. Что касается выбора народа, у вас есть стишок о том, что народ вновь и вновь выбирает ту же власть, с которой борется. Вот это... Я могу его прочесть. Да, если можно. Ту власть, что так его дурачат. Его величество народ однажды напрочь расхерачит и вновь таких же изберет. Вот эта закономерность, она неизбежна? Я не знаю. Я не пророк и не доктор. Ну, можно ведь проследить некую цикличность, что все повторяется. И вспомнить Бректа, который говорит про... Идут бараны, бьют барабаны, а кожу на барабаны дают с вами бараны, собственно. Вот эта история, которая повторяется из годов в этот век. Вы знаете, к сожалению, повторяется. Вот то, что сейчас происходит в России, это, конечно, типичное повторение. Просто типичное. Ну, что делать? Ну, все происходит. Давайте я вам лучше еще один стишок прочту. Давайте. Все происходит своевременно. Молчит народ на все согласный. Россия в будущем беременна и травит этот плод опасный. А что произойдет, я не знаю. Вот чувствуете ли вы себя сегодня дома, живя в Израиле? Да, о, да, абсолютно дома. Я живусь уже 31 год и абсолютно счастлив. Ну, а соседи по-прежнему считаете их проблемными? Ну, проблемными это мало сказать. Мы все окружены чудовищной сворой, подлой, безжалостной и кошмарной просто. И надо быть такой удивительной державой, как Израиль, чтобы это все спокойно переносить. Но ведь за вами была слежка, как вы рассказывали, причем несколько лет назад, если я не ошибаюсь, 5 лет назад. С чем это было связано? Слежка не было никогда, нет. У меня никогда не было мании и преследования. Это меня подводило и в 79-м году, когда меня посадили. Потому что за несколько месяцев до ареста за мной была слежка. А жена мне говорила, смотри, дурак, за нами машина едет одна и та же. Я говорю, да ты что, Таточка, о чем ты говоришь? Нет, 5 лет назад не было ничего. Но меня Россия, по счастью, махнула рукой. Вот Александр Генис, писатель, который был у нас в гостях, он сказал, для того, чтобы остаться русским писателем, мне пришлось эмигрировать. Вот насколько это справедливо. А простите, я прослушал, кто это? Александр Генис. Да, напомним, телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. Абонент у нас доступен, причем не только для нас, но и для тех, кто ему звонит сейчас по мобильному телефону. Кстати, это у нас не в избране. Простите, я отвлекся. Да, Игорь Миронович, вы раньше рассказывали о том, что на иврите знаете только предложение, как пройти и как доехать, но с ужасом ожидаете ответа. Вот насколько изменилось ваше познание языка? Вы знаете, очень мало. Нет, я еще могу на рынке сказать о дешевле. Ну, в общем-то, я знаю слов, наверное, 50, а использую их, как будто я их знаю 55. Я не выучил иврит. Ну, вы знаете, кругом друзья все говорят по-русски. Безумное количество русской речи в Израиле. Пишу я по-русски, как вы, вероятно, знаете. Так что я... Ну, просто он мне как бы не нужен. Очень жалко, но я по лене его не выучил. Ну, много есть стереотипов, можно, наверное, так сказать, в отношении евреев, еврейского народа. Вот какой на самом деле еврейский народ? Каким вы его видите, живя в Израиле? Обычнейший народ такой же, вот как везде, обычнейший совершенно народ. Но есть очень много талантливых людей, очень много. Но, знаете, мы очень поляризованная нация. У нас огромное количество талантливых людей на одном полюсе и огромное количество дураков и даже идиотов на другом полюсе. А еврейский дурак, я это даже на концертах рассказываю, он самый страшный дурак, потому что он с амбицией, с энергией, часто эрудит, знает все на свете. И это страшное дело. Конкретный пример, пожалуйста, еврейские профессора в Америке, которые жуткие враги Израиля. А что значит жуткие враги Израиля? Как вы это понимаете? Они непрерывно пишут гадости об Израиле, непрерывно терпят чушь, которую мелят об Израиле их коллеги. И вообще, ну вот как хомский знаменитый лингвист, очевидно, очень талантливый в своей области, его даже гением вызывают, ненавидит просто Израиль. Я считаю это неким умственным изъяном. Вы считаете, на ум хомский враг Израиля? Что? Вы считаете, что на ум хомский враг Израиля? Да. Да, он этого не скрывает. На возгляд, когда люди, живущие за пределами России, являясь россиянами, критикуют Россию, можно ли их тогда, ну, следуя этой логике, называть врагами России? Потому что многие достаточно жестко высказываются об этой стране и ее управлении. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я думаю, что очень многие люди, которые пишут о России с критическим взглядом, ничем не отличаются от тех, кто живут в самой России, и тоже против сегодняшнего режима, против сегодняшнего порядка, а главное, против воздуха, который царит сегодня в России, они протестуют. И ничем этим не отличаются ни те, кто на Западе живет, ни те, кто живет на Востоке. Может быть, только, вы знаете, когда живешь далеко, многое становится очень, ну, понятнее, что ли, я не знаю, заметнее. И поэтому те, кто живут от России в стороне, в эмиграции, они очень часто более правы. Вы знаете, я каждое свое утро начинаю с некого отравного действия. Я смотрю по компьютеру разные программы, которых, по-моему, не смотрят в России, они закрыты. Грани Ру, Каспаров Ру, чем порчу себе настроение на целый день. Но, тем не менее, вот смотрю все равно, потому что у меня поповинность в России не перерезана. Я эту страну по-прежнему очень люблю. А то, что я пишу какие-то насмешливые стихи, ну, я и евреев написал о своем собственном народе, целый большой том стихов. Но если говорить о еврейском народе, можно ли сказать, что юмор спасает еврейский юмор? Да, да. Я просто уверен, что юмор, который нам в сильной степени присущ, он и спасал в течение тысячелетий еврейский народ. Есть ли табу в юморе? Потому что, ну, можно вспомнить фильм «Тарантино», «Бесславные ублюдки», где он, ну, нельзя сказать, что иронизирует, но он с юмором подходит, в том числе и к теме Холокоста. Про Холокост я просто не знаю. Я не представляю себе, что на эту тему можно шутить. Хотя нет, представляю себе вполне, потому что были какие-то типичные лагерные разговоры и так далее. Ну, в общем, я думаю, что тем для юмора запретных нет. На самом деле нет. Я сам очень много пишу насмешливо о Боге. Здесь это совсем близко, поэтому эта тема возникает, естественно. Нет, запретных тем нет. Ну вот вы, несмотря на то, что никогда не высказывались как-то однозначно в отношении религии, тем не менее вы однажды говорили, что верите в чудо, и даже рассказывали о том, как чудеса случались в вашей жизни. У вашей жены вы говорили, там была такая история. Какие у вас отношения с Богом? Есть ли они? Вы знаете никаких. Я в него не верю, и он это прекрасно знает. Поэтому очень хорошие отношения. Я когда, помню, в тюрьме сидел, был такой стишок. Сейчас я вспомню. Нет, не вспомню. Вы знаете, вспомните, очень плохо стало. Не вспомню. Но у меня с Богом хорошие отношения, если он есть. Но какие-то высшие силы, как мне кажется, безусловно существуют. Какие? Я не знаю, как они сделаны. Я не физик и не философ. Но какое-то проведение существует. Но вы чувствуете какие-то чертежи этих высших сил в вашей жизни? Нет, по счастью, я чертежи не чувствую. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните нам также. Пишите в WhatsApp 230-6191. И пришел, кстати, вопрос от нашего радиослушателя. Он спрашивает, как вы относитесь к Коломойскому, Зеленскому и другим. И Порошенко. Вы знаете, как Порошенко никак, Коломойскому никак. Я этих людей не знаю. Хотя слышал о них, будучи в Украине, много всяких суждений противоположных. А Зеленский мне, безусловно, невероятно, чудовищно симпатичен. И не только потому, что он из одного со мной цеха, а потому, что вот этот свежий, молодой, с юмором, с талантом, с умом человек может что-нибудь сделать с государством, на котором до сих пор висят все последки, так сказать, страшные лохмотья советской страны. То есть юмор может стать тем направлением, тем маяком, который выведет Украину из этого кризиса? Боюсь, что нет. Это замечательно, что юмор есть, но там нужны, как во всякой постсоветской стране, чудовищные реформы и изменения. Мне кажется, что он с ними справится. Я вообще люблю, когда во власть приходят свежие люди. Вот я Трампа очень уважаю и надеюсь, что с ним будет все хорошо. А что, на ваш взгляд, может примирить Россию и Украину? Что-что? Что, на ваш взгляд, может быть примиряющим между Россией и Украиной сегодня? Ничего. Сейчас при Путине ничего. А юмор Владимира Путина как оцениваете? Он часто шутит. Ой, не надо говорить о неприятных вещах. Не надо. Я не хочу ругать вождя чужой страны. И к Путину у всех разные отношения. И я не хочу, так сказать, огорчать слушателей. А что касается его юмора, то он, в общем, на уровне его чинов КГБ. У нас звонок еще. Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Виктор. А я вот насчет врагов Израиля, которые со стороны, и насчет врагов России со стороны. И у меня такой просто маленький вопрос. За что вы так ненавидите свою родину, свои корни и так далее? Ну, знаете, батенька, я вам с удовольствием отвечу. И потому что после каждого моего интервью появляются вот такие вот вопросы внизу, комментарии. Вот за что ненавидите. Я очень люблю Россию. Думаю, что я значительно больше патриот России, чем люди, которые задают вот подобные вопросы. А то, что я пишу о России, так сказать, вот то, что я думаю, это не любовь к России. Я не русофоб. Я не русофил, скажем, там, заядлый, но я ни в коем случае не русофоб. А ваш вот сейчасшний вопрос говорит только о том, что вы недостаточно услышали мои предыдущие слова. Ну, может быть, и те люди, которые критикуют каким-то образом политику Израиля, они не ненавистники Израиля, как вы сказали. Вы задумывались об этом? Я задумывался об этом. Но есть люди, которые пишут об Израиле, которые организуют там студентов и все прочее, и они явно ненавидят Израиля. У них такое бельмо в глазу. Я их, кстати, очень хорошо понимаю. На здоровье пусть они усвоят собак, лаят, караван идет. А в чем вы понимаете ненависть, Игорь Миронович, их? Что? В чем вы понимаете их ненависть? Как вы ее видите, это бельмо в глазу, как оно определяется? А вы знаете, во-первых, это невероятная зависть. Это зависть и непонимание, как крохотная страна, в которой сейчас, по-моему, всего 8 миллионов, из которых миллион и полтора арабов, то есть внутренних врагов, может выстаивать против 200 с чем-то миллионов, которые ее окружают и которые ее ненавидят. Так что это и зависть, и непонимание, как страна выстаивает, и древние всякие мифы про евреев, которые вот такие злокозненные и управляют миром из-под тяжка. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Знаете что, вы, по-моему, остались на обочине жизни. И в республике Израиль вы не нужны, и в России вы не нужны. А ваше творчество, это, знаете, немножко почитал это графоманство. Просто ржак из-за ржания. Да, спасибо. Ну вот такой комментарий. Я вам с удовольствием отвечу. Вы знаете, конечно, я не нужен ни России, ни Израилю. Очевидно, именно поэтому у меня чудовищное количество концертов, на которые приходит в России и в Израиле очень много народу. Очевидно, они хотят посмотреть на ненужного Израилю и России человека. И я очень таким образом доволен своим положением в жизни. А то, что графомания, ну, наверное, я же не говорю, что я там поэт с большой буквы. Наверное, я графоман. Потому что графоманом был и Лев Толстой, который обожал водить пером по бумаге. Графоманы – это все, кто любит нажимать клавиши или водить пером по бумаге. Дальше речь идет только о том, достаточные у тебя способности, чтобы выйти в люди, чтобы тебя читали читатели. У меня вышло 20 книг, тиражами, большими переизданиями. В общем, наверное, уж там несколько миллионов наберется тиража книг. И все их читают, раскупают. Их в книжных магазинах нет. Поэтому, очевидно, люди очень любят читать ненужных им людей. Игорь Михайлович, вот ваш стишок о том, что Творец готовит нам показ большой смешной беды. Вот это может произойти с Европой в будущем, как вы считаете? Боюсь, что да. Боюсь, что да. Творец готовит нам показ большой смешной беды. Европа встанет на намаз и обнажит зады. Я боюсь, что да. Потому что, видите, плохие дела происходят с Европой. Толпы этих беженцев, они ведь еще на самом деле будут увеличиваться и увеличиваться. То есть, угроза идет со стороны исламской традиции, получается? Вы знаете, какой-то шейх замечательно сказал, что мы не будем воевать с Европой. Мы ее постепенно заселим. Но вот в одном Лондоне сегодня 462 мечети. Можете проверить. Причем из них 410, по-моему, возникли в последние годы-два. Так что идет это заселение чудовищным образом. А сколько будущих террористов среди этого населения, я просто не знаю. Боюсь, что очень много. Вот один небезызвестный исламовед был в нашем эфире. Он говорил о том, что строительство мечетей в России вызывает определенного рода отторжение. Как вы считаете? Путешествия, господи? Отторжение от чего? Само строительство, оно вызывает определенного рода, наверное, у христиан угрозу какую-то или отторжение. Мне кажется, что у сегодняшнего российского населения, которое живет в ужасных, на мой взгляд, условиях, психологически, с точки зрения просто достоинства, унижения человеческого достоинства, унижения человеческого достоинства, обирания всяческого, у них возникает неприязнь к любому чужому. Отсюда неприязнь к построению мечетей. А в России мусульман, по-моему, миллионов двадцать. Так что это вполне... Вообще, ислам – это очень уважаемая мной религия, как все старые религии. Хотя она намного моложе крестьянства. Но это просто чудовищный, гнойный, ядовитый нарыв на исламе. То, что происходит вот сегодня с исламскими террористами, с ИГИЛом и так далее. Это к исламу имеет очень маленькое отношение. Вы себя чувствуете в безопасности в Израиле? Да, да, безусловно, абсолютной безопасности. Несмотря на все происходящее? Конечно, конечно. Даже несмотря на то, что совершаются всякие теракты. Понимаете, эта страна за меня. За меня любой полицейский на улице. И я могу бросить в него пластиковый стаканчик, и он засмеется. И я не получу за это как легкий, думаю. Вопрос по WhatsApp, который прислал Виталий. И для чего Путин посещал Стену Плач? А показушник, потому что показушник, он штирлет. То есть в этом есть некий символ какой-то? Да какой там символ? Ну, приехал и, чтобы потрафить еврейскому правительству, вообще вот так вот показать, что он друг всем, он точно так же посещал наверняка какие-нибудь храмы в Африке. Ему это все совершенно голодничка. А чем можно объяснить популярность Путина в русскоязычных диаспорах за рубежом? Потому что и в Латвии он очень популярен у русскоязычного населения. И могу предположить, что в Израиле многие тоже его любят и уважают. Вот с чем связан феномен Владимира Путина? Я не знаю, я не могу этого объяснить. Для меня это тоже загадка, а популярность безусловно есть. Вот вы не раз говорили о том, что любите Россию, но испытываете за нее в последнее время боль и стыд. А есть сегодня что-то в России, что заставляет вас гордиться, ну или радоваться хотя бы? Вот вы сказали, что начинаете. Да, и радоваться, и гордиться. Безумное количество талантливых людей. Вы знаете, столько талантливых людей рождает Россия. Просто невероятно. И дай им, Господи, всем не стыдиться, не стать наркоманами, не впасть в отчаяние, а реализовать свои таланты. Потому что в России это очень трудно. Таланты в какой сфере вы особенно выделяете? Следите, может быть, за талантами. Научные таланты огромные. Притесняются так, что просто кошмар. Вы это знаете не хуже меня. Это знают все, кто следит за тем, что происходит в России. В России медицинские таланты, чудовищные, невероятные. В технике таланты. Очень много российских людей рождаются левшами, там, я не знаю, или разными другими изобретателями, или учеными. Но беда-то ведь в том, что они вынуждены уезжать. Смотрите-ка, вот за последние 10 лет уехало, только что я читал эти цифры, 16 тысяч только профессоров, докторов наук. 16 тысяч, а за время правления Путина уехало 10 миллионов. Я не о евреях говорю, я говорю о талантливых русских людях, которые в разном возрасте начинают понимать, что в России они не состоятся. Это ужасно. Это вот настоящая утечка мозгов и свидетельство того, что в России эти мозги не нужны. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, а почему вот Натаньягу почти каждый месяц к Путину ездит? Мне кажется, он тоже показушник. Вот два показушника. Вам не кажется? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, нет, Натаньягу великий дипломат, просто невероятный дипломат. Он ухитряется поддерживать отношения с людьми самых различных направлений, душевных организаций, умственных организаций и так далее. И поэтому поддерживаются такие вот замечательные, на мой взгляд, отношения с Россией. Израиль не участвует в санкциях никаких. Я думаю, что это очень разумно, потому что Израиль вынужден, его вождь, его лидер вынужден применять самые различные тактики, что ли, чтобы с разными людьми находиться в дружбе. Вот вы в одном из интервью говорили о том, что за время, пока были в заключении, вы учили феню, и можете на ней говорить. Вот пригодился этот навык вам в жизни уже на воле? Нет, нет. Нет, не пригодился абсолютно. Ну вообще, вот если сейчас посмотреть на манеру общения Трампа и Путина, там как раз ведь много такого жаргонного, что-то присутствует не совсем дипломатический и литературный язык. Ну это не жаргон, это не феня, на который разговаривают уголовники. Это такие вот из феней отдельные слова, которые невероятно проникли в нашу жизнь. Время от времени русский язык – это великое совершенно явление. И в русском языке возникают время от времени диалекты. Ну вот скажем, в 50-е годы, вы этого просто уже не знаете, был музыкальный диалект, вот «хаваем», «шахна», еще там всякие слова есть, что-то сейчас их не могу все вспомнить. Но был музыкальный диалект, и он очень распространился в обычном человеческом общении, вханул он куда-то. Русский язык ужасно в этом отношении похож на океан, который сам очищает себя от того, что ему не нужно. Ну, ему угрожает, скажем, если русский язык находится, скажем, диаспора находится в других странах, насколько русский язык способен к выживанию в других языковых средах? Я думаю, что сегодня русскому языку угрожают только люди, которые административно имеют к нему отношение. Министр культуры Мединский и всякие, так сказать, другие люди, которые занимаются специально русским языком и чудовищным образом его калечат. Но русский язык – великая штука. Ваш друг Гриша Горин говорил о том, что смерть боится тех, кто над ней иронизирует. Какое у вас отношение к смерти, и как часто вы задумываетесь об этом явлении? Вы знаете, мне вот сейчас 83,5 года, поэтому я не могу не думать о смерти. Хотя жена уверяет, что я начал писать о старости и смерти в 40 лет. Еще очень может быть. Тогда это были шутки, сейчас это все гораздо естественнее и серьезнее. Я спокойно отношусь к смерти. Я даже, вы не поверите, но я верю в воскресение души или в переселение души. У меня был такой стишок. Нам, если перевоплотиться, дано действительно потом, я бы зимой летал, как птица, а в марте делался котом. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Игорь Губерман был гостем программы. Спасибо вам, Игорь Миронович. Всего доброго. Спасибо вам, извините за компанию. И до свидания. Всего доброго. Всего доброго.